Большинство людей живут неправильно в этом мире. То есть беспокойство означает истощение. Если говорить вообще по сути, по глубине, то каждый человек, он несамодостаточный по природе. Эта несамодостаточность выражается по-разному и мужчину, и женщину. У женщин несамодостаточность выражается в виде беспокойства и страха, незащищённости чувства, что нет устойчивости, нет опоры. У женщин так это выражается. То есть страх является главной движущей силой жизни женщины. То есть она в сердце боится этого мира. То есть ей нужна гармония, стабильность. Она не чувствует здесь, что она защищена. Это женский страх. У мужчины это выражается по-другому. В виде чувства неполноценности, что я не достиг ничего в этой жизни. Я как бы неуспешный, недостаточно эффективный, недостаточно развитый и так далее. Ну то есть это чувство само по себе не является какой-либо проблемой. Понимаете, любая женщина, она чувствительна по природе, и быстро её психика выходит из равновесия. Это естественно. Если бы так не было, женщина не была бы красивой. Вот представьте, допустим, ну как бы мужчина улыбается, допустим, женщине, да, и она такая смотрела, смотрела на неё туда. Она такая долго улыбнулась, так медленно. Он думал, что-то по башке, что ли, кипячом ударилась. Понятно. Вот. Понимаете, то есть сама по себе быстрая чувствительность – это признак красоты женской. То есть он, допустим, на неё посмотрел, он такая «Здравствуй!» Улыбнулась такая, отвернулась, испугалась взглядом. Это очень красиво смотрится. Это женская природа так работает. Красиво очень. Я так раз, покраснела, щёчки румяны. Очень красиво. Мужчинам нравится. Потому что она такая, вообще она не беспокоится, не беспокоится, спокойная такая. Она смотрит на меня, что он на меня устал. Не реагирует, никак не отворачивается. Он думает, может, у неё психическое заболевание. Ну, то есть само по себе женская природа такая подвижная, беспокойная. Она реагирует на всё. Это очень красиво. Это хорошо. В этом нет проблем. Проблема есть. Проблема заключается в истощении. Вот когда человек истощён, у неё не хватает сил, то эта женская природа становится невыносимой в себе. Женщина не может, ой, Господи, я не могу понять, что мне делать вообще, туда, сюда, куда, надо что-то с этим делать. То есть это всё от того, что нет сил. То есть человек истощён. То, что мужчина постоянно чувствует, что он чувствует себе неудовлетворённость, что ему надо достигать чего-то, преодолевать, побеждать. Это хорошо. Если мужчина жалуется, что я постоянно хочу что-то менять, достигать, преодолевать. Потому что ты мужчина. Это твоя природа, это хорошо. Иначе бы ты сидел на лавочке просто и ел лазаньи целый день. Или пасту. Ну, надо что-то делать же, да? Как-то жить. Ну, и мужчину как бы к действию призывает вот это чувство, что я не самый эффективный, я недостаточно развитый. Мужчина постоянно об этом беспокоится. Это главная его проблема в жизни всегда. Это хорошо, в этом нет проблем. Но если мужчина уставший, то есть у него нет энергии, нет сил, то это становится для него препятствием в жизни серьёзно. Он чувствует, что он не самодостаточный, и сразу он теряет силы. Он теряет сразу ещё больше силы, и он вообще не знает, что делать. Ему хочется выпить или забыться как-то от этого всего. Причина, почему так происходит, у человека нет энергии. Давайте вот если просто представим всю нашу жизнь, вот как наша жизнь строится. Что такое успешные люди, как выглядят успешные люди, и как выглядят неуспешные люди. Все люди постоянно к чему-то стремятся в жизни. Все люди постоянно к чему-то стремятся. И вот это стремление, к чему бы мы ни стремились в жизни, это всегда истощает человека. Вот допустим, женщина стремится заботиться о детях, она теряет энергию. Заботится о муже, теряет энергию. Человек работает на работе, теряет энергию. Мужчина работает, теряет энергию, что-то делает для жены, теряет энергию, что-то делает для детей, теряет энергию. К чему бы мы ни стремились в этом мире, мы всегда теряем силы. Поэтому человек должен научиться, понимаете, это надо приобрести знания, само по себе это не срабатывает. Человек должен приобрести знание, что он должен как-то наполняться энергией. Если он не наполняется, то что происходит с ним? Он становится беспокойным, суетливым, нервным, становится раздражительным. Женщина становится обидчивой, мужчина гневливым. Женщина становится сильно чувствительной, она на все реагирует. Мужчина становится нервным, его все раздражает. Он не хочет никого слушать. Ему трудно даже послушать лекцию, он думает, ой, я не могу слушать. Вот, нет сил. Как наполняться? Для этого человек должен совершить волевое усилие в сторону отвлечения от деятельности. Волевое усилие надо включить. Есть три источника наполняющих человека. Первый источник – это природа. Природа, вы скажете, где в Италии здесь и где у нас здесь природа? Вот деревья, вот каждое дерево – это природа. Они дают колоссальную энергию человеку. Вы даже не представляете, сколько сил дают деревья, трава, свежий воздух, облака, река, солнце. Все это дает силы. Но мы не знаем об этом. Мы думаем, силы дают таблетки, допустим, белки, жиры, углеводы, витамины дают силы, мы думаем. Силы дают какие-то пищевые добавки, мы думаем. Или прогревание какое-то. Или, допустим, силы дают человеку массаж, мы думаем, допустим. Мне массажа не хватает в жизни. Но собачка, она не делает ни прогревания, понимаете, ни массаж, ни таблетки не пьет. И она бежит по дороге, да? Человек бежит рядом. И собачка, она даже еще не устала, человек уже загнулся. Почему? Потому что она на природе, она любит природу. Это ее естественное состояние. Я заметил, что в парк выходят только два типа людей. В парк выходят погулять два типа людей. Первый тип людей – это люди с животными, собачками. Потому что собачка достанет человека, если он не выйдет с ней погулять. Она просто его загрызет. Ну, то есть, он не может выдержать, он идет на улицу, потому что собачка, она хочет энергию получать, понимаете? Ей нужна энергия природы, чтобы жить. Мы отупели. Мы не знаем, что нам тоже нужна энергия природы. Мы этого не знаем. Собачка знает. Она чувствует, потому что у нее есть инстинкт, и у нас нет инстинктов. Инстинкты означают, что кто-то не рассуждает, он чувствует все сердцем. Но мы рассуждаем, мы не чувствуем сердце. Мы думаем, мне, наверное, надо вот этот фильм посмотреть, что-то мне плохо. Или мне надо, допустим, в компьютерные игры поиграть неплохо. Но ни фильм, ни компьютерные игры не дают человеку энергии природы, которая дает человеку здоровье. Здоровье человек берет от энергии природы. Второй тип людей, которые выходят в парк погулять, это женщины с маленькими грудными детьми. Потому что грудной ребенок, он быстро растет, ему нужна энергия природы. Он орет, кричит. Пока ты его в парк не выведешь, он будет орать. Вывел, он такой оп! Его расслабило, спит. Все, можно отдохнуть. От ребенка как бы он спит. Потому что ты вывел на свежий воздух, и он спит. Сразу, означает, наполняется силой. Он получает энергию природы для того, чтобы расти, развиваться, понимаете? А нам она не нужна, энергия природы. Потому что мы атрофировали это восприятие. Мы не понимаем, понимаете? Мы многим вещей не понимаем, как взаимодействовать с этим миром. Например, прежде чем кушать что-то, нужно сначала понюхать. Потому что запах дает человеку информацию о том, это как на него будет воздействовать. Подходит ему это или нет? Не только человеку, так и животному. Я проводил эксперименты, я как бы корове что-то даю, да? Она сначала нюхает, потом ест. Всегда. Если я затыкаю нос, она не ест. Понимаете? Животное сначала нюхает, а потом ест. А мы сначала едим, а потом нюхаем. Что я такой съел? Что за запах? Вот. Если запах плохой вышел из тебя, значит, тебе не подходит пища. Но надо было это раньше понять. Потому что она уже до этого для тебя плохо пахла. Ну, я просто этот вам пример привожу, чтобы у нас немножко атрофировалась способность понимать, ну, как взаимодействовать с этим миром. Потому что мы создали искусственный мир. Эта тема очень важна. Вот то, что я сейчас говорю, это очень важно знать, потому что многие слушают мои лекции уже давно. И уже знают, что это так. Но заставить себя на улицу выйти не могут. Нужно очень сильно глубоко это понять. Что твоя жизнь, твоя возможность не беспокоиться, не суетиться, зависит от этого. Если ты начинаешь двигаться на природе, можно ходить. Можно, если уже совсем вы как бы атрофировались, можно на роликах кататься или на велосипеде. Это, ну, это не такое сильное движение. Ты как бы на ролике один раз что-то сделал движение, потом застыл, потом второй раз и застыл. На велосипеде тоже один крутанул раз педаль и сидишь просто. Понимаете, это, ну, в полной степени это не движение. Движение, это когда ты ногами идешь. И бежишь, идешь, допустим. И в это время надо особым образом настроиться. Потому что, если ты идешь по улице, разговариваешь по телефону, ты не отключился от этого мира. Ты все равно расходуешься. Для того, чтобы наполняться энергией природы, нужно всем улыбаться, всех любить. Вот. Всех любить. Можно слушать лекцию, добрую лекцию какого-нибудь, какого-нибудь доброго человека. Можно слушать музыку духовную. Или хорошую какую-то музыку, странную там. Филичи там. На-на-на-на-на-на-на. Филичи там. И вы бежите. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот. Вы всем улыбаетесь. Любите природу, любите людей. И в это время вы наполняетесь энергией природы. какой результат у вас сердце возникает спокойствие у женщины хоть она суетливой по природе и беспокойно когда она наполнена она не суетиться женщина обидчивая но когда наполнена не обижается вот запомните когда с моря приходите такие счастливые довольны такие вы не обижаетесь вам хорошо обидчивым человек становится после работы когда он устает на работе пища тоже наполняет какой-то степени человека но ненадолго допустим человек поел полчаса он ни с кем не конфликтует он такой довольный всем улыбается вот потом проходит время опять он начинает беспокоиться но природа наполняет очень глубоко человек